МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это наши новости в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Дождались. Как бы ни было печально жителям Бийска, но проезд в общественном транспорте все же подорожает. Уже с 1 марта. Цена за билет в автобусах и трамваях составит 20 рублей. Сейчас бейчане платят 17 рублей 50 копеек. В автобусах, которые следуют в отдаленные поселки, цена повысится до 25 рублей. В администрации Наукограда сочли новый тариф обоснованным. Автоперевозчики предоставили все необходимые для этого документы. Отметим, цены на проезд в Бийске не менялись больше двух лет. Кстати, уже сейчас при оплате за проезд можно получить скидку в 3 рубля. Правда, для этого нужно рассчитываться не обычной транспортной картой, а банковской. Но на таких условиях можно будет ездить не всегда. Своеобразная акция продлится до 25 марта. А в этом вопросе поблажек быть не должно. Это я о развитии и состоянии коммунального хозяйства Барнаула, которое не секрет испытывает кризис. На специальном совещании с губернатором края ответственные за тепловые и водопроводные сети решали, как и можно ли вытащить город из коммунальной ямы. Обычно, казалось бы, зима, но аномальное по числу аварий. В этом году они сменяли друг друга с незавидной регулярностью. Заданный темп удивило губернатора Виктора Томенко. Для меня, вы знаете, это первый вот такой полный сезон зимний в Барнауле и в Алтайском крае. Но то, что я увидел, в моей жизни раньше не было. А вы знаете, я и в Норильске прожил 40 лет, и в Красноярске. Глава города Сергей Дугин объяснил причину. Износ сетей. Аварий вдвое больше, чем за прошлую зиму. И добавил, инвестиции в ремонт коммунальных сетей растут. Только сибирская генерирующая компания даст больше на миллиард рублей. Мы считаем, что это будет такой прорыв в 2019 году. Я же смотрю, в прошлые годы тоже вкладывали большие деньги. Но аварийность сохраняется. Но, Илья Петрович, или они перекладывали 3 километра капитально, или будут 18. Рост километража ремонта – главная задача. Так, в СГК планируют приложить не 13, а 20 километров сетей. На которых наибольшая аварийность, которые наибольшие старые – это улицы как раз Водопроводная, Малахова, Космонавтов, Лосихинская, Калинина, Исакова, Горно-Алтайская, Трактовая, Попова, Шукшина, Попанинцев, Профинтерна, Ленина. Водоканал отметил, что по их подсчетам количество аварий на уровне среднего. Из статистики выбиваются лишь резонансные порывы на сетях большого диаметра. Но этого раньше не случалось. Гораздо больше проблем возникает на сетях мелких диаметров. Порядка 70% аварий – это именно сети мелких диаметров. И именно их нам нужно перекладывать в первую очередь. И в год нужно менять 30 километров, а по факту – 7. Так что водоканал отдаст на ремонт почти в половину больше запланированного – 274 миллиона. И заключит с городом соглашение, чтобы выйти на инвестиции в 800 миллионов в год. Такая сумма, подчеркнул Масловский, уже может вывести из кризиса. Если бы сегодня вернуться на год назад, и сейчас была бы весна 2018 года, зная, чем закончился этот петельный зимний период, 18-19, мы бы как-то поменяли то, что делали в прошлом летом? Мы бы угадали все. Или повторяли бы все, что делали? Мы угадали все, кроме запорной арматуры большого диаметра. А значит, диагностику тоже необходимо корректировать. Показатели аварийности можно и нужно снижать. С этим все бесспорно согласились. Как только снег растает, в Барнауле начнут ремонтировать беспокойное коммунальное хозяйство. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости. А в Зминогорске за череду коммунальных аварий и срыв отопительного сезона оштрафуют подрядчика ремонтных работ, руководителя коммунальной компании и чиновника районной администрации. В октябре и ноябре 2018 года в Зминогорске произошло сразу несколько порывов с отключениями горячей и холодной воды и отопления. Трое суток без коммуникации оставались 257 жилых домов и 13 социальных объектов. Тогда губернатор поручил надзорным органам изучить ситуацию. После проверки прокуратура установила вину трех структур. Один из чиновников администрации подписал акт приемки сетей без фактического выполнения работ. За это ему грозит штраф в 20 тысяч рублей. Руководитель местного коммунального предприятия выполнил часть ремонта сетей и котельных некачественно. Его штраф 30 тысяч. Самую большую сумму предстоит выложить подрядчику 410 тысяч рублей. И еще немного, а в продолжение коммунальной темы, барнаульцам советуют запастись водой. Завтра десятки домов вновь отключат от воды. На Эмиле Алексеевой будут устанавливать новые запорные арматуры. Как раз там и еще на двух улицах, на 14-й Западной и улице Панкратова, с 9 утра и до 6 вечера остановят подачу воды. Питьевую по заявкам жителей будут подвозить. Продолжаем выпуск. Дело к переезду, но собираться еще рано. Чуть больше месяца остается до завершения ремонтных работ в здании инфекционного отделения Центральной городской больницы Бийска. Уже в апреле подрядная организация будет сдавать объект. При этом первых пациентов начнут принимать не раньше лета. На этой неделе медицинское учреждение посетил Александр Прокопьев. Депутату Государственной Думы показали, что сделано и рассказали, почему запускать корпус в работу будут не сразу. Обшарпанные стены, ржавые трубы и полчища тараканов. Условия, в которых еще два года назад приходилось лечиться пациентам инфекционного отделения Центральной городской больницы, просто не выдерживали никакой критики. Люди, которые попадали на больничные койки, старались как можно скорее сбежать домой. Долгие годы бийчане и жители 14 районов писали письма с просьбами обратить внимание на медицинское учреждение. И в 2017 году Краевым министерством здравоохранения было принято решение о начале ремонтных работ. В сентябре медики освободили инфекционное отделение и на объект зашли подрядчики. Согласно контракта, за три месяца капитально отремонтировали второй и третий этажи. После в Министерстве здравоохранения изыскали средства, чтобы отремонтировать здание полностью, сделать первый этаж, кровлю, отмостки, подвальное помещение. Сейчас капитальный ремонт, который ведется в рамках краевой адресной инвестиционной программы, вышел на завершающую стадию. Работы идут достаточно динамично. На данный момент выполнено порядка 80% всех запланированных работ. Региональному бюджету капитальный ремонт инфекционного отделения центральной городской больницы обошелся почти в 65 миллионов рублей. По контракту полностью сдать объект строительная организация должна к середине апреля. Ход ремонта находится на контроле депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Сегодня Александр Сергеевич лично приехал в отделение, чтобы посмотреть, насколько здесь все изменилось. Люди по поводу инфекционного отделения давно задают вопросы. Мне как депутату поступало достаточно много обращений. И я рад тому, что сегодня эта ситуация в корне меняется. То, что ремонт подходит к своему логическому завершению, я думаю, что с теми сроками, которые сегодня поставлены, будет все в порядке. В здании, где никогда не было ремонта, полностью заменили инженерные коммуникации. Прокинули новую проводку. Еще предстоит установить новый лифт. Что касается первого этажа, то совсем скоро строители приступят к покраске стен. Цветовую гамму обсуждали с медперсоналом. Врачи утверждают, что яркие палаты помогут маленьким пациентам скорее пойти на поправку. А чтобы дети не заскучали, стены будут украшены героями мультипликационных фильмов. Надеюсь, что мы скоро вернемся в это учреждение, которое у нас родное. У нас весь персонал уже ждет, не дождется, когда мы наконец-то в свой родной дом заедем. Скоро все будут здесь наблюдать, насколько красиво, насколько комфортно и уютно стало. Несмотря на то, что работы завершатся через полтора месяца, принимать пациентов здесь еще не будут. Нужно установить пожарно-охранную сигнализацию. Плюс решить вопрос дооснащения медучреждения оборудованием и новой мебелью. Что касается последнего, то заявка уже составлена и направлена в Министерство здравоохранения. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. БИСК. Специально для наших новостей. Возможно, скоро у слабовидящих людей появится возможность самостоятельно передвигаться, ориентироваться в пространстве. Алтайский школьник создал прототип умной трости. Она сообщает владельцу расстояние до препятствия. Подробности далее. Сначала нам надо подключить трость в саму. Так как это прототип, все питается от пауэрбанка. В дальнейшем будет установлен обычный литий-полимерный аккумулятор с достаточной емкостью для пользования в течение дня либо двух дней. Константин Бековец в науку пришел не сам. Привела мама. Она была его первым научным руководителем в Рибрихинской школе. Сейчас Костя учится в Барнаульском педагогическом лице. Серьезно увлекается математикой. Юный ученый создал прототип трости для слабовидящих. На ней установлен датчик, который определяет, на каком расстоянии находятся препятствия. С помощью специальной программы на телефоне датчик посылает сигнал на браслет с вибрирующими модулями. Когда перед тростью появляется препятствие, и чем ближе оно становится, тем больше вибромоторов начинает вибрировать. С этим проектом Костя ездил в Москву на Всероссийский конкурс научных работ имени Менделеева. Там ему не хватило всего одного балла до третьего места. Юный ученый уверен, что его разработка легко заменит собаку-поводыря и поможет людям с проблемами зрения легче ориентироваться в пространстве. В перспективах развития мы хотим использовать технологию радиочастотной идентификации предметов. То есть человек сможет определять местоположение различных предметов. То есть утюг, телевизор и, что немаловажно, таблички брали. В планах у Кости избавиться от длинных проводов, найти телескопическую трость для основы и поставить качественный датчик. Лучше всего подойдет автомобильный парктроник. Вот уже прошло немного времени, казалось бы, да. Мы ездили в начале февраля на конкурс, а сейчас уже Костя, конец февраля, уже сделал различные изменения в трости, в работе. Он добавил определенные экспериментальные моменты, которые ему порекомендовали там ученые московские. Кстати, они ему порекомендовали оформить и патент, постараться, да, и доработать данный прототип. Костя работает над умной тростью не случайно. В Ребрихе у него были соседи, которые не могли даже выйти из дома без чьей-то помощи. Но пока слабовидящие люди изобретение Константина на практике не опробовали. Это ближайшее будущее. Вполне возможно, что умная трость скоро появится в продаже, при условии, что Костя запатентует свое столь нужное многим изобретение. Дарья Демиллер, Алексей Фризин. Наши новости. Пока одни изобретают, другие элементарно не могут сохранить то, что уже имеют. Весь в дырах и заплатках. Именно так говорят студенты и спортсмены про манеж политехнического вуза. Вот уже долгое время легкоатлетические дорожки арены напоминают скорее полосу препятствий. Сейчас на покрытии, по заверениям все тех же профессионалов, высок риск получить серьезную травму. 400 метров сплошного бездорожья. Все из-за покрытия. С виду дорожки чем-то напоминают решето. Приличные по размерам дыры, словно проталенные. Виднеются едва ли не на всем протяжении. Как покрытие в манеже? Среднее. Чуть-чуть хорошее. Местами, я так понимаю. Ну, местами хорошее, местами не очень. Возможно, оно плохое. Ну, вот там чуть видно, но это потому, что долго, наверное, не меняли. А может быть, не меняли. Здесь проводят занятия по физической культуре студенты вуза. Здесь же проходят турниры сибирского масштаба. Пять лет назад покрытие меняли, но работы выполнили с браком. Именно такой вердикт вынес арбитражный суд после того, как руководители технического подали иск на подрядчика. В итоге строитель обещал исправить недоделки. Исправляет уже два года. А вот как раз один разговор был о том, что не я плохо сделал данную дорожку, а вы плохо ее эксплуатируете. Ну, наверное, то, что мы на ней проводим занятия, в том числе спортивные соревнования, является нарушением эксплуатации. Гарантия пять лет. Дорожки не продержались и три года. И экспертизы, которые заказывал вуз, показали, строители экономили на материалах. Резиновой крошке, с виду напоминающей черную икру, оказалось просто не на чем держаться. На это полотно тогда было потрачено 4 миллиона рублей. Сейчас выделяются деньги на ямочный ремонт. Владелец арены попытался исправить ситуацию с помощью клея и резиновых заплаток. Правда, эти самые резиновые заплатки стали отлетать вместе с новым некачественным покрытием. Отсюда вывод. Травмоопасно, говорят профессиональные тренеры и спортсмены. Именно поэтому сюда ни ногой один из главных легкоатлетов края, а заодно и мира Сергей Шубенков. Об этом барьерист еще раз подчеркнул на страничке в Инстаграм. Вот только даже несмотря на это, Манеж продолжает работать, а спортсмены мечтать о комфортных тренировках. Когда и будет ли здесь очередной ремонт, вопрос, как и сами дорожки, пока открытый. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Получил травму не на беговой дороге, а на проезжей части, на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя. Трамвай, как консервную банку, раздавил легковой автомобиль. На кадрах видно, что Toyota оказалась зажата между вагоном и столбом. ДТП произошло в обед. Чтобы извлечь машину, потребовалась помощь сотрудников МЧС. Пострадавших нет, а вот автомобиль восстановлению не подлежит. Водители самостоятельно разрешили свой конфликт. Кто прав, кто виноват, пока неизвестно. Будьте внимательны на дороге, погода переменчива. Кстати, подробнее о ней через несколько секунд. Спонсор прогноза компании Валар. Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – всё, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. Валар – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, возможен небольшой снег. В Камни наобидо минус 4, в Рубцовске и Заменогорске плюс 1, в Заринске и Олейске около 0. В Барнауле небольшой снег и тоже 0. А у меня на этом все новости. Если у вас есть интересные темы для наших сюжетов, звоните по номеру телефона в Барнауле 722 440. До встречи.